Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный дворик, и с вами я, Елена Бородина. Я иду в курятник и вас взяла с собой. Вот, смотрите, моя территория. И это территория, где до вчерашнего дня обитали мои цветные бролеры, Грисбар. И я их не убрала. Хотела я их убрать на мясо, но передумала. Сейчас вам покажу, куда же я их вчера пересадила. Итак, мы заходим с вами в курятник, где всегда живут мои бролеры. Так, привет! Вот я принесла вам водичку. Посмотрим, вы достаете такое количество воды или нету. Так, здесь темновато вам, да? Ничего, хватит. Ну, а на камере, на камере я сейчас попробую включить вам свет. Ну, вот, я думаю, вам видно. И показываю свой курятник. Здесь у меня стоят клетки для бролеров. Мы их закрыли листом ОСБ. А у вас что-то холодно. Надо принести сюда термометр, чтобы узнать, какая температура. Вот, закрыли, чтобы они здесь не летали. И оборудовали им тут всё. Смотрите, здесь у меня опилки на полу. Сделали им даже нашестые. Думаю, им понравится. Даже под нашестыми положили ящики. Голь на выдумку хитра. И туда положили от стола верхушку. Ну, чтобы легче помёт было убирать. Вот видите, кто-то сидел на нашесте и сколько там навалил. Зато опилки чистые. Поставили сюда пока вот такую кормушку. Точно минусовая температура. Пар идёт изо рта. И вот сейчас я принесла воду. Потому что вечером поздно мы пересадили уже. Воду им не стали давать. Наелись они у меня в том загончике на улице Мешенко. И были сытые. Сейчас я им буду комбикорм насыпать. Пусть поедят. Паплют. И я посмотрю, как они пьют. Ну и чем же я их буду кормить? Вот у меня здесь. Здесь у меня зерносмесь. И финишный корм индюшиной. Он у меня остался. Его много у меня осталось. Я поэтому решила держать этих цветных бролеров. Грисбар. Для того, чтобы они у меня подъели корм. У меня где-то 4 мешка, что ли, осталось. Ну и, конечно, где-то на смесь добавляю. Скормлю их. Получу от них яйца. Ну, а потом их забой. Ой, как они хорошо. У нас лазают. Все у них тут нормально. Ой, сколько пыли тут летает от них. Вы, наверное, на кадре видите. Ну и хочу сейчас посмотреть. Мало воды налила. Чтобы каждый раз не таскать по многу. Но маленький ведерок, который у них стоял на улице, они его постоянно переворачивают. Поэтому я сюда решила колесо поставить большое ведро, чтобы они не переворачивали, но пили. Так, вот у нас, когда мы вчера тут работали, печку включали, сейчас она не работает. Ну и вообще электричества здесь сейчас нет. У нас автомат в доме стоит. Я пошла, даже не включила его. Поэтому снимаю вам как бы в темноте. Ну, как в темноте. Здесь у меня окна, дверь входная тоже с окном. Света у них предостаточно. Так, я вам еще не показала, куда мы придумали, чтобы они не слияются. Вот смотрите. Там у них был просто ящик с опилкой. А здесь, здесь мы переоборудовали кроличьи маточники. Вот здесь вот была дверка. Мы ее убрали. Верхушку вот эту вот фанерку, здесь она была вверху, мы переставили вниз. И поставили им вот такие маточники. И на всякий случай мы по яйцу вчера вечером положили, чтобы они поняли. Вот смотрите. Два вчерашних маленьких яйца. И вот одно большое. Ой, теплое. Это они уже сегодня снесли. Все, надо забирать яйца. Не знаю, сколько тут градусов. На улице у нас было минус 10. Сейчас я, наверное, принесу градусник и посмотрю, насколько здесь теплее, чем на улице. Курятник у нас здесь утепленный. Ну вот я думала, что не буду здесь включать отопление. Мне кажется, не буду. Ничего. Они пометы наложат вот на эту опилку. Я буду ее рыхлить, и она будет давать тепло, и будет топиться курятник от помета курочек. Но это я еще все посмотрю, все проверю. Так, что ты как-то там ешь, непонятно. Давай на середину, что ли, поставлю. А то у вас подхода у всех нет. А то вы голодненький у меня. И там у вас стояла удобно кормушка. Чего вам больно бегать? Пусть она вот так стоит у вас. Все, поставил вам на середину. Ешьте, пейте. Все я вам показала. Рассказала, где они у меня. Поэтому пока четыре мешка комбикорма не съедят, так они и будут здесь расти. Ой, смотрите, сколько пыли летает от этих опилок. На кабеле прям видно. Ну вот и все, наверное. Это еще и пара от меня. Все я вам показала, все рассказала. Кстати, у нас еще до сих пор не убраны индюки. А почему? Да потому что нет времени, мы постоянно пропадаем в городе. То и в больнице лежала, то и дома восстанавливалась. Все ждали зятя, потому что жилые индюки хотели вместе забить. Поняли, что зятю тоже некогда. Но решили, что на следующей неделе тут кое-что сделаем в городской квартире. И уберем индюков. Покажу вам потом, что там у меня за индюки и что я с них буду делать. Так, ну что вы не идете пить? Вы, наверное, не знаете еще, где вода. Найдут, не найдут? Ну, я думаю, найдут. Вот последняя курочка собирается вниз спрыгнуть. Ну, иди по лесенке. Там же у тебя вот лесенку придумали. О, в разные стороны опилки. Ну все, пусть они едят. Потом посмотрю, достают они воду или нет. Но я думаю, встанут на колесо и достанут. Да, они еще и на само ведро встают. Поэтому они их переворачивают. Вот такая, которая спустилась. Сейчас клюнула вот эту курочку. Отогнала ее от карнушка. Грисбар, вы видели, какие яйца несет? Не самые крупные. Вот такие яйца. Да ничего, нас устраивает. Очень-очень вкусное яйцо. Тем более, я снимала видео по ценам яйца на рынке. Там средняя цена 140-150. Хочу сходить в магазин, посмотреть там цены. И выставить цены в магазине нашей Самарской области по яйцу. Те видео у меня были на канале Я из солнечного дворика. Это у меня на Дзен новый канал. Где я просто рассказываю о жизни, свои рецепты даю. И вот сделала поход на сельскохозяйственный рынок. Там сняла я цены на мясо птицы и на яйцо. Ну, а на этом я заканчиваю. Показала вам, как живут мои курочки. Вот смотрите, к воде подошли и не поймут, что это такое. Вода или не вода. И как ее пить. Ну, наверное, разберутся. А вам всего доброго. Удачи вам. Вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok